Ещё одна новинка в сегменте люксовых автомобилей. Rolls-Royce привёз в Россию Ghost, второго поколения. Ждать его пришлось недолго, мировая премьера модели состоялась в начале сентября. Если предыдущий седан базировался на платформе BMW 7-й серии, то новый построен на фирменной архитектуре Rolls-Royce. 12-цилиндровый двигатель теперь не атмосферный, а с двумя наддувами. К тому же рабочий объём вырос на 150 кубических сантиметров. Такой же мотор приводит в движение другие Rolls-Royce – флагманский седан Phantom и кроссовер Cullinan. В паре с двигателем трудится восьмиступенчатый автомат, завязанный на навигационную систему. Зачем это нужно? Перед крутым подъёмом или поворотом коробка заблаговременно понижает передачу. А ещё есть система Flag Bearer. На заре автомобилизации так называли человека, который шёл впереди машины с красным флагом. Теперь же имеются в виду камеры, которые следят за дорогой, чтобы подвеска заранее подготовилась к неровностям. На плавность хода работает и некий амортизатор верхнего рычага. Англичане не раскрывают сути своего ноу-хау, но не скупятся на эпитеты. Существенное новшество – полный привод, которого у предыдущего ГОСТа не было. Также седан располагает системой, обеспечивающей высокую плавность хода, эдакий парящий эффект. Создаётся ощущение, что ты управляешь волшебным кораблём. Клиент получает незабываемые эмоции, если сам решает сесть за руль. Англичане воздержались от смелых экспериментов с дизайном. Ходовые огни перебрались в блок фар. Статуэтка «Дух экстаза» сместилась на рамку радиаторной решётки, а передний бампер и фонари чуть видоизменились. Не произошло революции и в салоне. Появились разве что полностью цифровая приборная панель и новый информационно-развлекательный комплекс с поддержкой смартфонов. Двери теперь не только закрываются автоматически при нажатии клавиши, но и открываются. Кроме того, внутри стало ещё тише. Наверняка вам интересно узнать, сколько же стоит этот роскошный автомобиль. Так вот, рассказываем. Стартовая цена нового ГОСТа в традиционном исполнении составляет 23 миллиона рублей. Если же говорить об удлинённой версии, то за неё придётся отдать уже как минимум 25 миллионов. При этом верхних планов нет, ведь каждый автомобиль собирается с учётом индивидуальных запросов клиента. Заказы на новый ГОСТ уже принимаются. И поскольку завод вернулся к обычному режиму работы, первые поставки автомобилей в Россию произойдут вовремя. А именно, в январе-марте следующего года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok